Открытие экспозиции приурочено к знаменательной дате – 600-летию победы русского народа под водительством московского князя Дмитрия над иноземными поработителями. В центре Большого Зала – электронная карта-схема сражений 8 сентября 1380 года. Световые сигналы показывают переправу русских войск через Дон, место схватки русского витязя Пересвета с Богатуром Челубеем, начало боевых действий, выступление засадного полка, бегство разгромленных вражеских полчищ. Вот доспехи русского воина-ополченца – металлический шлем, кольчуга, меч, боевой топорик, копье. А это снаряжение несколько побогаче, его носил воин-дружинник. Ему, кроме названного оружия, полагался еще пластинчатый панцирь, лук, колчан со стрелами. В торжествах по случаю открытия музея Куликового поля приняли участие партийные, советские, общественные организации Тульской области. Слово министру культуры Российской Федерации Юрию Серафимовичу Милентьеву. В экспозиции представлены уникальные реликвии, отображающие славную страницу истории русского народа. Поле Куликово – место битвы с полчищами Мамая, само становится мемориалом. Реставрирован памятник Дмитрию Донскому, 28-метровая колонна, воздвигнутая 130 лет тому назад. Реставрирован, построенный по проекту академика Щусева, храм, башни которого напоминают собой шлемы русских воинов-богатырей. В комплекс Куликовской битвы входит также место, которое по преданию является местом захоронения русских воинов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова